Здравствуйте, дорогие! Очень долго готовилась к этому видео, все записывала и надеюсь, что мои советы будут вам очень полезны. Как вы понимаете, так или иначе, мы все равно сталкиваемся с фотографиями, особенно сейчас, когда у каждого, даже маленького ребенка, свой телефон с Инстаграмом, с Контактом, да, это ясное дело. Есть соцсети, есть места, куда вы все равно постите фотки, но для того, чтобы повесить дома, нужно что-то такое необычное, хочется что-то такое необычное, хорошее запечатлеть. И как вы уже знаете, на сегодняшний день очень-очень модно, популярно и даже нужно фоткаться, делать фотосессии семейные, постановочные, для того, чтобы запечатлеть определенные моменты, себя в определенном возрасте, красивом рассвете сил. И вот сегодняшнее это видео будет специально для тех, кто хочет фотосессию, именно с советами по подготовке к фотосессии. Вот, послушав это видео меня, вы сможете сделать свои выводы. Ну и давайте не будем тянуть время, будем сразу же по пунктах все проходить, пробегать, потому что времени очень мало, мне хочется занимать вашего времени минимум, а информацию дать вам по максимуму. Кстати, у меня есть опыт не одной фотосессии, и семейные, и мои фотосессии, и мы влаживались буквально в час, и с четырьмя разными фотосессиями, то есть разные четыре, три, четыре, пять стилей, вот за один час. Это супер хорошо. Конечно же, все-таки нужно нацеливаться не на количество, а на качество, то есть не спешить в сменах пост. Но это все прежде всего, давайте послушаем советы, и уже потом подведем итог. Первое. Нужно готовить свое тело к красоте всегда, то есть обязательно всегда заниматься спортом, ухаживать за собой, чтобы ваше тело было всегда красивым и готовым к селфи, можно так сказать, да? Не то, что говоря, к фотосессии профессионально. Проходите прием косметолога, делать определенные процедуры по уходу кожи, и, кстати, перед фотосессией это можно сделать, если вы не успели сделать это раньше. То есть чистка лица, возможно, какой-то пилинг. Затем также стоматолог, а неотъемлемая часть нашей жизни, я думаю, что это и без фотосессии нужно посещать этого врача, чтобы ваша улыбка была как можно ярче и лучезарней. Затем перейдем к именно непосредственно подготовке, потому что это была вводная часть, так скажем, да? Это определение стиля фотосессии, учитывая, хотите вы на природе, в здании, возле здания, да? То есть постановку какую бы вы хотели и чем располагаете. Если зима, значит, естественно, практически все выбирают фотостудии, где вот декор новогодний, да? Вот так вот. Если, например, осень, весна или лето, многие склоняются к тому, чтобы фоткаться на природе, но все-таки это зависит от вас, вы подумайте, где бы вы хотели. Располагаете, кстати, ли вы дополнительными средствами на аренду студии, потому что это тоже дополнительная денежка. Ну, конечно же, на природе и фоткаться и в обычный день, возможно, да? Ну, все это, знаете, в совокупности дает свой определенный результат, поэтому нужно продумать это заранее. Кстати, если вы хотите классные кадры, но не можете придумать себе или не знаете, где лучше, там или там, в студии или на улице, вот желательно все это обсуждать с фотографом, потому что в результате все вы работаете на один кадр, и фотограф, и вы, и студия, которая готовит декор, то все это один кадр в результате, поэтому желательно обсуждать это с фотографом, смотреть все, советоваться. Поиск фотографа займет тоже определенное время, и вам придется его поискать в соцсети, или в жизни, или где-то вы, возможно, увидели рекламу или взяли визитку, обязательно свяжитесь с фотографом, пообщайтесь, посоветуйтесь. Вот, также обязательно просмотрите работы фотографа, для того, чтобы вы имели представление о профессиональной деятельности человека, занимается ли он этим часто, или когда-нибудь, да, или получаются у него снимки или нет, на что он фотографирует, можете даже поинтересоваться, это тоже будет обычным, обыденным вопросом. Но главное, что у вас есть вопросы, потому что если человек говорит, я хочу, но не знаю, чего хочу, это сложнее всего для любого человека, для любого исполнителя. Нужно говорить свои предпочтения, задавать свои вопросы, не бойтесь это делать, лучше покажите, что у вас есть к этому интерес, чем просто бросьте все на самотек, понимаете? Поэтому все берите в свои руки, и все у вас получится. Затем следующий пункт, кстати, с фотографом пообщались, вот и обсудили. Затем нужно декор, например, даже если вы на улице, все равно понадобится дополнительный декор, который вы будете брать, вот что вы будете рядом ложить, с чем будете фотографироваться, возможно, дополнительные украшения, все это нужно тоже согласовать именно с фотографом. Есть ли у фотографа декор или в студии, у которой вы будете арендовать, вот, например, или, возможно, другая фирма, которая тоже в аренду дает украшения на улице, это, кстати, есть тоже на природе, вывозят специальные вот валдахины, то есть красоту разную. У них нужно тоже именно спрашивать по декору, обсудим прежде с фотографом, задаете вопросы туда, где будете брать декор, если у фотографа нет, кстати, у фотографа не должно быть, но у некоторых фотографов, конечно же, есть свои, вот, декорации, поэтому все-таки обсудите с фотографом и дальше принимайте решение, и заказывайте, вот, для себя что-то, да. Затем, после того, как с фотографом хорошо, плотно пообщались, узнаем свободный у нас фотографа, его график, возможно, некоторые из вас спросят, свободен ли он вообще в выходной, например, если вам удобно, то есть дату можно даже в начале знакомство с фотографом уточнять, потому что если лето, сезон свадеб, и это выходной вы хотите, то есть такая вероятность, что не всякий фотограф будет свободен, да. Затем, дату уточнили, да, дату уточнили, студию, место съемки, если студия выбирается, тоже уточнили дату, если выбираете на природе место, предварительно пойдите, посмотрите, да, все ли вам подходит, ну, такая, как нужно, иллюстрация у вас сзади будет или нет, то есть, если осень, достаточно ли трава пожелтела, если весна, хорошо ли распустились деревья, это все нужно тоже хорошо прошлюстить и просмотреть. Затем также подать, нужно ориентироваться на мейк-кат, прическу и прокат одежды, если вы будете брать, потому что у меня была такая ситуация, что, например, студия свободна, фотограф не свободен, и зачастую так и бывает, хорошие люди, хорошие, вот все на расхват, и все хорошее бронируется, да, и поэтому очень важно учитывать этот аспект. Я первый раз, когда вот фотосессию готовила, а не учитывала, и как-то получилось так, что мне не приходилось менять это, да, но во второй, третий, четвертый раз нужно было все переспрашивать, например, спрашивать одновременно всех, удобно ли вам на это число, кому-то не получается, если у вас определенный есть, например, свой визажист, вы под него подстраиваетесь, потом всем обратно пишите, подходит ли я это число, понимаете, то есть все это нужно подстроить как музыкальный инструмент, чтобы все было идеально выстроено на дату, вы, кстати, время выбираете немножечко запасным, потому что тоже была ситуация у меня такая, что прическу немножко дольше делали, и на мейкап я уже немножечко опаздывала, поэтому с мейкапом пришлось немножечко сократить время, и это было неловко мне, из-за того, что я опоздала, неудобно мастеру, у которого я заказала время, отняла вот ожидания, и была вот не совсем хорошая ситуация, поэтому учитывайте, пусть лучше у вас будет полчаса-час в запасе впереди, перед вот, между расстояниями, чтобы вы могли попить чай, или кофе, или перекусить, потому что подготовка съемки, особенно если это более профессиональный уровень, если вы, например, готовитесь в нескольких образах фотографировать, да, вам нужно больше сил, стараний, или если это семейная фотосессия, ясное дело, что будет несколько этапов, пока ребенка пофотографируют, пока вас все помеете, то есть нужно много сил, поэтому расстояние должно быть между подготовками, чтобы банально немножечко отдохнуть, буквально расслабиться на 10 минут, или плюс-минус транспорт, час-пол, это уже играет роль, поэтому пусть в запасе будет определенное время, пусть небольшое, но будет. После того, как вы уже все согласовали, более тщательно продумывайте образ, именно займитесь образом, вы можете, как я, зарисовывать вот на бумажке, например, я делала вот такое вот, это вот такой стиль, определенными словами называла, то есть ясное дело, подобными, и зарисовывала джинсовая куртка, такие вот штаны, да, такая вот обувь, такая вот шляпа, такой аксессуар, для антуража беру это, для следующей сумки, такой вот набор одежды, такое вот украшение, такой вот еще дополнительный реквизит, все это нужно еще раз просмотреть, и, кстати, это тоже может меняться, потому что я просмотрела перед тем, как вот выходить уже, из дома еще взяла прежнюю, прежнюю зарисовку, и не поверите, две разных они отличились, отличались между собой, и в результате все-таки, то, что я придумала в результате, было лучше, чем прежний начальный вариант, поэтому не стесняйтесь, зарисовывайте, даже если вы не очень хорошо рисуете, вы все равно для себя это делаете, схематически, и в результате у вас будут новые мысли, вы сможете пересмотреть этот образ, и немножко по-другому возможно скомбинировать, и будет совершенно новая картинка, поэтому, кстати, не бойтесь еще подставлять вещи, если это вещи не арендованные, а у вас дома в наличии, если вы их купили, например, вы можете все составить, померь, попозировать, даже не стесняйтесь, это очень классно, очень здорово, если вы будете готовиться хорошо, потому что, мало того, чтобы все оплатить, достаточно тоже нужны ваши эмоциональные затраты, и подготовку, и настрой, поэтому старайтесь отдаваться делу, которое вы делаете, и все обязательно будет получаться, это залог успеха, полная отдача, и в работе, и в хобби, и также в фотосессии тоже это нужно, потому что фотка, как никто, как ни что другое, отражает ваши эмоции, вашу душу, ваше эмоциональное состояние, поэтому хорошо готовьтесь, и хороший кадр получится в результате. Мы также ищем позы, картинки, примеры, желаемого результата, и говорим вам с фотографом, интересно ли ему эта идея, нравится ли ему, возможно, ваш фотограф увидит это немножко по-другому, и, например, скажет, как наш фотограф, как Виктория, скажет, например, что это давай не будем копировать, давай это сделаем вот так, вот по-другому, или сами, вот смотрите картинку, и смотрите, что бы вы хотели из этой картинки именно перенять, например, если это постановка какая-то определенная, или поза, вы можете это перенять, не обязательно копировать все, что стоит, лежит вокруг, правильно? Поэтому, вот, кстати, последний раз у меня был у нас, вернее, нашей семьи, потому что фотографировала Виктория не только меня, был отличный у нас фотограф, Виктория, кстати, ссылочку на Викторию я оставляю под видео, работа этого человека основана на принципе без копий, в поиске шедевра, поэтому, знаете, это очень, очень классно, когда вот фотограф не просто отрабатывает время, отбивая вот деньги, да, которые вы платите, а именно ищет свой шедевр, делает что-то по-своему, видит уже будущий результат даже в обработке, и предлагает немножко что-то свое, да, и самое то же, что немаловажно, то, что человек принципиально отказывается просто копировать, затем все нужно просмотреть примерно, как оно будет, ну, в голове представить, да, как будет подобранная одежда, прическа, мейк, как оно будет играть, возможно, стоит мейк немножко другой, сделать другой, более нейтральный, да, если вы будете в нескольких образах, если вы будете в каком-то одном определенном образе, то можно остановиться на ярком, каком-то, насыщенном, хорошо выраженном макияже, также прическу более свободную делать, чтобы вы могли сами себе переделать, на месте вам переделают с одной прически в другую, кстати, так, у меня было на крайней фотосессии, также еще маленький один такой нюансик, подпунктик, одежду на прокат, убедите, что все реально готово, потому что бывают такие случаи, что берешь одежду на прокат, она перед вами не сдавалась химчистку, не чистая, может быть, какой-то запах или, возможно, упущены где-то детали, пятна, что-то оторвано, это все нужно оговаривать и лучше заведомо поехать посмотреть, увидеть и возможно даже договариваться так, чтобы брать, например, платье с вечера на следующий день, да, потому что это очень важный аспект, и если вы берете одежду с вечера или, возможно, вам ее как-то передают, вы смотрите, она помята без вешалки, без чехла, и в результате, конечно, вам нужно и постирать, погладить и привести его в порядок, поэтому сделать это нужно заблаговременно лучше подготовить, например, с вечера на завтра, чтобы вы не переживали именно в сам важный день, в день фотосессии, не переживали о состоянии одежды. Затем также нужно хорошо подобрать аксессуары, обувь, конечно, нужно, если разным образом, тоже нужно подобрать удобную, которая будет подходить, совпадать, с чем-то перекликаться, возможно. Если образ не один и у вас несколько пар обуви, несколько разных наборов аксессуаров, разная одежда, желательно все это сортировать по пакетам, например, один пакет, это для ребенка переодевашка, например, обувь и там платье, у нас было детское, все в одном пакете, например, мой один образ в одном пакете, во втором, следующий образ в третьем пакете, или, возможно, пакет с обувью, а остальные образы по отдельности в пакетах, да, то есть, чтобы вы не тратили в студии время на поиски дополнительные, то есть, достали, одели, видите, у вас забыла браслет, он стоит в том же пакете, одели и все, то есть, чтобы не было путаницы, также бывают разные форс-мажоры, и, как я уже выше вам сказала, что был такой случай у меня форс-мажорный, когда я опоздала на мейк, и в результате хорошо, что у меня был с собой определенный набор косметики, в крайнем случае я могла накрасить себя сама, да, поэтому я составила также список на всякий случай, так и назовем его, да, он не будет занимать много места, но пусть все-таки будет, не помешает. Это косметичка, которая будет для снятия макияжа, средства, если, например, вы будете во время съемки менять цвет губ, также диски ватные, ватные палочки, чтобы что-то потереть, можете взять с собой пробники разных помад, кстати, это достаточно классный вариант, я вот перешла на эту тему сейчас, просто, когда вечно в съемках, в поездках, или так, куда-то часто ездишь, очень удобно иметь с собой пробники помад, это намного лучше, чем одна большая помада, и тупо она в этот момент тебе просто не подходит, а нужная нет, поэтому пробники помад вам просто подойдут идеально, выбирайте, конечно, разный спектр, от мюда к ярким, темным, насыщенным, возьмите, затем аптечку, возьмите наш тыль, возьмите банальную вату, и пусть это будет у вас с собой, также влажные салфетки, затем возьмите тон, то есть тоналку, возможно, консилер, пудру с собой, карандаш или подводку, тушь, уформление для бровей, румяну, возможно, также можно взять, еще один маленький пакетик, это перекус с собой, на всякий случай, на перерыв, так скажем, зубная нить, и воду, конечно, чтобы пополоскаться, рот запить, также уже подведем итоги, что бывают разные ситуации, непредвиденные, погодные условия разные, настроения разные, самочувствия разные, и это все достаточно сложный график, плотный, когда назначаешь много разных встреч, все по пунктиках, сам этот классный процесс, какой бы он ни был сложный, и наполненный рутиной, он в то же время интересный, и в результате все это заради шедевра, ради классного сумасшедшего кадра, который будет нравиться и вам, и фотографу, и вашему мужу, как мы ему, например, очень нравятся мои фотки, и это даже хорошо помогает разнообразить отношения, сделать памятную вот, да, определенную, да, запечатлеть вас, запечатлеть определенные настроения, эмоции, это безумно важная часть, и не знаю, можно сэкономить на всем, кроме впечатлений, да, вы можете не купить что-то такое банальное, вот, но сделать фотосессию, вы можете там от чего-то отказаться, но поехать куда-то путешествовать, по мне, фотосессия, это просто необходимость, не просто обязательность на свадьбу и на похорон, да, по мне, фотосессия, это необходимая вот процедура и мероприятие для всех семей, которые прожили мало-немало браки, время от времени нужно фотографироваться на праздники, на дни рождения, просто так, но чтобы эти кадры были профессиональные, красивые, яркие и, главное, наполнены любовью. Я желаю вам удачных фотосессий, помните, что всегда соблюдайте спокойствие и только спокойствие в любых стрессовых ситуациях и самое главное, возьмите с тобой на фотосессию настроение. До новых встреч, пока-пока!